всем привет вы на канале ходарики краснодарский край поселок родники сейчас если буду готовить завтрак холостяцкий уж я дома же один сегодня у меня будет на завтрак яичница с помидорами и с луком а на десерт кисель вот эта пачка разводится на 200 грамм малиновый кисель я люблю пока оли нет я еще ни разу магазин ездил все что есть холодильнике я все оттуда беру и готовлю себе есть правда у меня только бородинский хлеб кончился ну чё я обхожусь и без него без хлеба и я могу без хлеба если так бородинскому боли такой мне нравится и унес кусочек съелся а если купишь белый хлеб то пол булки надо съедать и оля мне еще оставила две картошки на целых 19 дней я растягиваю с одной картошки я сделал суп харчо еще одна у меня лежит картошка что-нибудь с нее придумала такая большая картошка сейчас буду показывать вам как я готовлю завтрак и так друзья в наличии у меня 6 яичек вот я возьму только три еще три пускай на следующий завтрак колбаса докторская помидоры черри и вот такая небольшая луковица и применяем мы соль адыгейская смотрите вот это с приправами адыгейская соль сейчас масло теперь надо порезать колбаску я так всегда делаю на четыре части вот этот толстенькая ее неровно отрезал когда-то жарила так вот это сделал я тарелочку положу а вам покажу сейчас я же делал варенье с винограды вот у меня что получилось это с белого с плевина с 2 килограмм получился от меня килограмм оля говорит переварил это не должно быть побольше ну ладно это я только учусь это мой первое варенье у меня еще сироп остался я весь не стал сироп сливать я туда еще добавляю чуть сахара и сделаю варенье из темного винограда все приступим так включаем газ режу помидорчики черри нарезаю так теперь лучок так его растребушу берем ручку вот так чтобы масло распределить ровненько режу дальше лук продолжаем магазин я еще ни разу не ездил уже сколько 14 15 дней всего подъедаю с холодильника потом надо вас два холодильника надо морозилки помыть ну что еще будем морозить фруктов на зиму ну и надо и овощи наморозить сделать баклажаны там вот сковородка нагрелась и вот это все в сковородочку и обжариваем вот уже обжаривают и помидорчики я переворачиваю с одной стороны уже поджарить переворачиваю потому что они такие кругленькие маленькие а если бы конечно большой был то там можно просто помешать и все а эти же они не переворачиваются они так и будут как бокалы поджариваются бокалы поджариваются так сильно не надо у них жарить так теперь добавляем колбаску вот так колбаску сильно я не зажариваю потому что это уже будет не полезная еда так немножко ну все от колбаски колбаса с одной стороны поджариваются я ее переверну сейчас добавляю 3 яички сейчас добавлю яички пустое место немножко так вот я заполнили яйца теперь надо посолить солю я только яйца и помидорчики помидорчики стараясь на колбасу не попадала чтоб потому что в колбасе не так хватает соли а в нашем возрасте соль уредна вот немного на помидоры на яйцо на колбаску и все я никогда не попадаю потому что будут очень соленые ну все вот так сейчас ждем пока она дойдет ну все вот так вот так я чтоб немножко была жиденькая у нас яичница вот все выключаем и выкладываем на большую тарелочку вот на такую тарелочку сейчас мы можем все это все это вкусняшку так получается очень вкусно аккуратненько все и идем завтракать ну все сделала себе завтрак кисель разбавил всем приятного аппетита кто завтракает и мне приятного аппетита сейчас помидорчик попробую вот ну вкусненький и лучок такой вкус здесь я уже не первый раз сделаю вот лучок сейчас возьму так идем тут вкусно все отлично так сейчас хочу еще ответить надежда из обширонская наша подписчица она сейчас работает в санкт-петербурге привет надежда писала мне в комментарии что виноград лучше сохранять гроздь срезаешь под крышу дома вешаешь ее натягиваешь там проволоку веревку вешаешь и на кончик одеваешь одну виноградинку где она срез грозди и так говорит долго хранится до надежды мне еще один человек писал что так лучше сохранять и можно эту говорит одну виноградинку потом когда она с нее питательные вещества заберет гроздь можно сорвать и другую обратно одеть виноградинку прямо на срез грозди и так вот долго хранится и я позвонил Олю надо попробовать приедешь еще виноград есть и попробуем повешать несколько гроздей под крышу и пускай там висит и мы потом все покажем сколько будет храниться и как но другой человек говорит писал мне в комментариях что не надо ждать когда гроздь уже начинает засыхать надо чтобы сама вот это на чем эти виноградки весят это висят на чем надо чтобы была она зеленая мы попробуем и спасибо всем за совет кто посоветовал этот способ мы попробуем гроздь может 4 повешать так для эксперимента на следующий год конечно будет винограда больше уже и мы попробуем если все получится мы попробуем так в свежем виде сохранить ну побольше ну еще один писал подписчик что говорит заморозил виноград зеленый он как светлый считается и говорит у меня потом достаточное время быть потемнел есть не знаю я вот сморозилку открываю и мы пробовали до этого замораживать достаешь она такая же все такой же виноград на вкус такой же все остается но еще мне подписчица мы живем на хуторе привет писала что когда достаешь там это виноград или черешню ее лучше облить кипятком но мы не раз так не делали мы ждали когда он сам растает но тоже попробуем зимой достанем кипятком больем что получится ну все вот сейчас буду завтракать вот такое короткое видео у меня получилось Оля приедет когда попробуем поездить попутешествовать еще как раз дети все пойдут в школу везде будет и на море уже народу меньше и вода уже там будет попрохладнее потому что сейчас ротовирус можно подхватить если поедешь в августе очень горячая вода там уже больше 30 градусов Сочи смотрел показывает там лечь людям негде все стоя стоят загорают и пытаются люди купаться ночью ночью приходят на море и купаются вода горит 30 градусов там очень горячая сейчас наверное уже зацвела мне кажется при такой температуре так что друзья до новых встреч пишите комментарии подписывайтесь на рутук на яндекс дзен всем до новых встреч пока пока и до новых встреч до новых встреч все